Привет, друзья, и добро пожаловать на мой YouTube-канал и на мой Дзен и Яндекс-канал. Это находки с последней браховки. Коробочка эта очень долго стояла, были дожди, и вот после дождичка в субботу я решила всё-таки это снять, это всё распаковать и вам показать. А тем временем на свет из газетки появилась вот такая прекрасная тройка. Кофейная трио, вернее сказать, и в ней всё прекрасно. Это, согласитесь, и ножки, акантусы, посмотрите, коротенькие, миленькие, и декор. Причём он кобальтовый, здесь всё написано. Не здесь, но здесь точно написано, сейчас всё посмотрим. И на этой стороне тоже одна девушка с кувшином, а эта девушка с каким-то полотенцем. Идёт, видимо, после умывания, купания. Очень нравится, когда чашки у трио украшены внутри декора. В общем, блюдечко мы пропускаем, да, осматриваемся мы с вами в эту десертную тарелочку. Амор-тужур, как я говорю, любовь каждый день, да, по-моему, это всё переводится с французского. Проще говоря, по-нашему, да, пикантная сценка. Ваймер, и это настоящий кобальт, настоящий ваймерский кобальт даже написано. И это время, друзья, ГДР. В общем, человеческое ничего им не было чуждо этим мастерам времён ГДР. Хочу напомнить, что вся информация о канале, как со мной связаться, всегда есть здесь, под видео, прикреплённо в комментариях и в инфобоксе. Как говорят, великие блокеры. Это не я придумала, это так и называется. Такие две тройки я нашла на одном из столов. Там было очень много подобных троек. Это 50-60-е годы. И это Винтерлинг, сразу же покажу. Должны быть где-то тарелки. Но я, кстати говоря, выбрала только эти две троечки. Уж сильно они мне понравились. Вот они, тарелки. Причём это не я так паковала, это всё запаковала мне эта милая женщина, у которой я скупила очень много украшений. Очень много каких-то вещей, уже сейчас не помню, каких точно. Так, это точно от неё. Это точно от неё. Начинает от газетка вокруг меня летать, такой круговорот газет. Не обращайте внимания на шуршание. Трио, и оно прекрасно. Большие чашки, в принципе, да. Кстати, 180-190 мл обычный размер чашек в Германии. И когда мне говорят, я хочу кофейную чашку, либо чайную чашку, в принципе, разницы нет. Как объяснила мне одна женщина, чашки кофейные и чайные, они отличаются только формой. Какие-то квадратные, какие-то округлые. Надо, кстати, поизучать этот вопрос, потому что надо различать их, да? Ну скажите же. Хотя эти чашки коллекционные и ими не пользуются. Из них не пьют ни кофе, ни чай. Иначе это все золото уйдет в никуда. Цветочек незабудка. За всем я заболталась, друзья. Все буду показывать, все четко и ясно. Никаких больше болт по мне, а то меня уже за это ругают. Прекрасное трио. Много золота, и оно уравновешено простыми цветочками, незабудками. И это трио мне очень понравилось своим таким ярким цветочком. И похоже, что эта ручная роспись вроде бы как различимы. Маски, кисточки. И эти же цветочки, только в другом немножко виде, нарисованы здесь золотом. Решетки как витражи, да? Очень красивая тройка, нарядная. И так, вертолет сейчас пролетит. Пока прошуршим это все время, пока он тут летает над нами. Вот как специально, да? Я начинаю делать распаковку на своем любимом балконе. И начинают какие-то кругля вертолетные. Наверное, я кому-то мешаю. Может быть, кто-то куда-то звонит и говорит, какая-то стражная женщина какими-то странными вещами занимается на своем балконе. Так, все пролетело. Посмотрите, цветы, они похожи как на наши подносы, да? Разрисованные цветами. Поэтому еще это трио меня так заинтересовало. Я вообще люблю золото. Чтобы побольше, чтобы все блестело. Ну, я еще-то ворона. И это тоже 50-60-е годы. И это тоже винтерлинг. Там была целая коллекция таких троек. Но эти две были самые лучшие. Будет очень много троек. Я нашла там одну женщину. Она выставляла на стол по несколько трио. И я одну у нее купила. Потом пошла обратно. Она еще одну выставила. Я еще одну купила у нее. И спросила, есть у вас еще трио? На что она мне сказала, да, у меня в машине еще есть трио. Я сказала, показывайте. В общем, машина у нее опустела. И женщина довольная поехала домой. Вы заметили, да? Такая же форма чашки, как у предыдущих двух трио от Винтерлинг прекрасных. Только немножко она попризимистый. Климо Вайсвассер. И это, друзья, ГДР-овская мануфактура. Я что-то о ней читала. И сейчас я уже не могу вспомнить, к сожалению. Но я все здесь подпишу обязательно. Какой нежный серо-голубой окрас широкой кромки этой тарелки. И нежные цветочки. Золотой декор тоненький бьется. В общем, она вся такая воздушная и очень даже нежная. Ой, а это такая тяжелая вещь, друзья. И это надо убрать. Это Вальтер Глаз. И эти вещи, как я уже говорила, они неубиваемые. И они вечно молодые. Им хоть бы хны. Валяются они и в коробках. И где они только не валяются. И они все время в прекрасном состоянии. Это вообще удивительно. В общем, чем ты толще, чем ты непробиваемее, тем ты моложе и краше. Это Вальтер Глаз. Этикеточка об этом гласит. Очень известная фабрика по производству хорсталя и стекла. К сожалению, она уже не существует. Кстати, вот эти вставки черного цвета. Видно, да? И я такой впервые встречаю. Такой тюльпан черный. А это папоротник называется. Такой рельеф. И ножка толстая. Такая толстенькая, основательная. В общем, она такая всеосновательная. И она переживет всех нас, друзья. И это точно. Я показываю все, как мне на барахолке упаковывают люди. Приношу это все и перекладываю в коробку. И кому это все фей, пожалуйста, не надо об этом писать. Кобальт. И я не помню, где это я нашла. По-моему, у своих знакомых была целая коробка кобальта. Это, друзья, лихты. И это время ГДР. С 60-го по 90-й год ставилось такое клеймо. И посмотрите, какая она торжественная. И вот эти мне нравятся завитушки золотые в виде ракалии моих любимых. И клеймо тоже такое же. Кстати, настоящий кобальт они всегда подписывают. Иногда подписывают очень горячий обжиг кобальта. Но это редко бывает. Вот такой цветочек, бутончик. Это чашечка. И ножка очень симпатичная. Тоже с ракалями моими любимыми. И буквально вчера, друзья, я была у своего знакомого соревщика. И кое-что у него там забрала. Я, наверное, не буду здесь показывать. Буду показывать все в телеканале, потому что уж очень много всего. Тоже тройки и еще что-то я уже не помню. Тоже 50-е, 60-е годы. И эту тройку мне продала та же женщина, у которой полная машина была троек. И это, друзья, Шерхольц. И это время ГДР. Мне очень нравятся вот такие четкие линии. И они украшены цветочками. Люблю такие геометрии. Я не знаю почему. Что-то со мной, видимо, не так. Настоящий кобальт. Она прекрасна. Да? Ничего лишнего. Как, дружок, иди сюда, носиком откнулся куда-то в буголок коробки. Вот такой мальчишка лежал на столе с каким-то хламом. У него нет клема. Но есть номерок вот здесь и больше ничего. Ну, судя по этому кругу основания, достаточно пожирой мальчик. Оно очень грязное. Впитало очень много в себя пыль. И мне очень нравится, как этот мальчик окрашен. Неярко. И, кстати, глазурь матовая. С первого взгляда кажется, что изделие совсем не покрыто глазурью. Да? Но это, я думаю, матовая глазурь. И фигурка такая, я вам скажу, характерная, да? Вот он идёт такой деловой, целеустремлённый, молодой человек. Я думаю, что это ещё подросток, да? Видимо, где-то учится на кого-то. У него такой саквояж очень деловой. Зонтик. В общем, он идёт в свою взрослую жизнь. Вот-вот он уже там и окажется. И эти троечки тоже я купила у этой женщины, у которой была полная машина, троек. Сейчас я вам всё покажу. Хочется сразу тарелками всё это показывать, чтобы не было большой возни в этой коробке. И чтобы нам всем, друзья, сэкономить время. Тарелочки. Хоровод из цветов. И это, друзья, цельшестер. И оно ставилось с 30 по 45 год, это клеймо. Но уже всё достаточно. Наверное, мы не будем рассматривать чашечку, да? Зачем? И так всё красиво. Шучу, конечно. И чашка. Форма простая, да? Округлая. Но посмотрите, края этой чашки, они закручены как бы наружу. Как раз под губы, да? Чтобы губами захватывать край чашки и с удовольствием и комфортом пить кофе или чай. Хоровод такой же из цветов. И на внутренней стороне чашки. И что же там у нас с вами со вторым трео? Ну, посмотрите. Оранжевые цветы на фарфуре цвета слоновой кости. Как это всё ярко смотрится. А вот этот рельеф очень интересный, да? Он как мелкая-мелкая пружинка, да? Вокруг оси сия трио. Чашка, чашка. Где эта чашка? Вот такая чашка. Невероятная ручка. Такая. Состоящая, кстати, из ракалий. И клеймо, друзья. Упсаля. Бавария. И корона. Ой, эти короны всё время всех путают. Кстати, когда написано Бавария, это не мануфактура, которая называется Бавария. А мануфактура эта находилась когда-то в земле Бавария. То есть надо искать клеймо по виду этого клейма. По короне. По то, как оно здесь изображено. Это не мануфактура. Это может быть всё, что угодно. Ой, смотрите. Вот здесь вот такая корона, да? Ну-ка, ну-ка. А здесь, наверное, вообще ничего нет. Здесь такая корона, да? А здесь такая корона. Ну, очень интересно. Так, а это всё, друзья, от разных троек. Вот это я попалась. Посмотрите. Ну, что ж поделать. Ладно. И такое бывает. Или это одно и то же? Нет, это одно и то же. Подискутируем. Нет, нет, друзья. Это другая тройка. Очень похожий рисунок цветов. Но меня смущает вот этот вот красный кант. Это всё-таки, наверное, две разные тройки и очень похожие. Вот так-то вот, друзья, бывает и такое. Что ж делать? Эти вещи не виноваты, да? Что их так потеряли. Ну, встречу ли эту женщину, да-да? Я ей всё расскажу. Ну, хотя, нет, конечно же, не стоит она того, да? Совершенно не стоит. Бывает. Ну, что ж поделать? Я не расстроилась вообще. Не переживайте, друзья. Эта тройка, она без клема. Я вам точно скажу, но я, несмотря на это, я всё-таки её взяла. Потому что она потрясающая. Вот это колечко, ручка и рельеф прекрасный. И мне очень понравились эти цветы. Такой, знаете, цвет приглушённо-жёлтый. И я не знаю, как называют эти цветочки, но они очень симпатичные. И они здесь тоже изображены. И посмотрите, какая десертная тарелка красивая. Но без клема, к сожалению, даже номера нет. Никаких намёков. Кто? Кто приложил ручки к этой тройке? Ну, прекрасная тройка, я считаю. Несмотря, что она безымянная. Согласны со мной? А эта тройка была куплена... Не знаю, у кого. Нет, это другая тройка. Я на неё подумала. Нет, это другая тройка. Я не помню, где я её купила, друзья. Очень похоже, знаете, на что? На Винтерлинг. Это, конечно же, всё отмоется. Это вы не смотрите. Она в порядке. Вроде бы я её просмотрела. Но я её ещё буду мыть. И я обязательно просмотрю. Тройка эта выпущена была до 1945 года. Я думаю. Я как-то очень давно рассказывала, что в годы довоенной в Германии было запрещено использовать золото фарфоровых изделий вплоть до лишения свободы. Вы представляете? То есть золото принадлежало государству. Но она и без золота прекрасна. Мне очень нравится. Смотрите. Рельефный рисунок цветов. И он как бы так трафаретно выделен вот этими серенькими фестонами. И мне очень нравятся вот такие цветы. Немного выгарившие. И как раз, как я люблю, всё старинное. Но тройка, она потрясающая, хочу сказать. Вот так мне всё упаковали. Одни продавцы. Одна пара. Я у них на следующий день тоже много чего купила. Какое это чудо. Я когда у них увидела это чудо, я дар речь потеряла. Это только чашка. Я боюсь даже смотреть на тарелочки. Это Ваймер, друзья. И такое клеймо ставилось с 24 по 48 год. Есть такое же клеймо, оно просто синее, а это окрашенное. И оно тогда называлось ещё, даже не называлось ещё Ваймер, а называлось Карстенс. Была такая одна семья, которая, ой, которая которых, которая купила одну мануфактуру. И потом она делала прекрасные вещи. Так, я у них ещё что-то здесь, оказывается, купила. Блюдечко пошло. И десертная тарелочка следом. Вот они, две красотки. Оно в изумительном состоянии. Просто в изумительном. Не верю в своей удаче. Я считаю, что ей цены нет, этой тройки, да? Как вы считаете? Так что, друзья, она остаётся у меня, потому что цены на неё нет. Я так решила, она бесценная. Посмотрите. Моя красноречивость закончилась на этой чашечке. Всё, дальше буду мучше показывать. Шучу. Ещё же тройку, да, я у них купила. Мой любимый зелёный цвет, который я просто обожаю. Я вам уже надоела. То, что я рассказываю об этом постоянно, что я обожаю зелёный цвет. Посмотрите, какие цветы на поле, на зелёном с ромашками. Это сплошное покрытие, называется такой окрас изделий. И на нём потом уже наносится золотой или какой-то другой узор. Чашечка. Чашечка тоже, она как будто бездонная, да, за счёт этого декора. Это Вентерлинг наш любимый. Коротенькая такая ручка, симпатичная. И это 50-60-е годы. Это ещё не всё. Мешочек тоже бездонный, да, получился. Я вообще удивилась, когда они всё сложили так в один мешочек. И я сказала, а где мои покупки? Они мне говорят, так вот же, всё в этом мешочке. Какое качество, да? Какая окантовка золота. Очень интересная. И это, друзья, наш любимый Шуман. И клеймо такое оставилось с 18 по 29 год. Очень старинные тарелочки. Но, друзья, их должны быть ещё 4 штуки. И они у меня где-то есть. У меня были где-то такие тарелки, которые я припрятала даже от себя. И я их забыла совершенно. Тут увидела у них 2 тарелки. И вспомнила, что у меня есть 4 таких. Сказала, господи, какое совпадение. Как раз к моим тарелкам. 2 тарелочки нашлись. Получился прекрасный комплект. Если я их найду, конечно же, в ближайшее время, то я обязательно покажу. Так, мешочек пустой. Так, опять кто-то там полетел. Так, что это такое, я не знаю. Ещё один мешочек. И этот мешочек, так, летает надо мной какая-то там штука. Что это такое? Ваймер. Не помню. Ах, это кобальт. Кобальт, который я купила у своих знакомых. У них была целая пачка. Целая коробка кобальта. Они были так мне рады. Потому что никто не интересовался этими вещами. Сначала кобальт покажу. Причём это изделие, сам фарфор. Это ваймерский фарфор. Расписана она была в художественной мастерской Хендри Хендзон. Которая существует до сих пор. А она существует 100 лет. Она сотрудничает с Райсенбах порцелан-мануфактурой. И с Ваймер-мануфактурой она тоже сотрудничала. И с многими другими. Так, это всё грязное, друзья. Сразу скажу. И мне очень нравится, когда вот такой монохромный золотой рисунок. Это всё выделено контрастным контуром. Можно же так сказать, да? Ой, друзья. У меня всё время к концу распаковки начинается какое-то заплетание языка. Да, это тяжело, хочу вам сказать. Уже 40 минут, и я всё ещё болтаю. Думаю, что это был когда-то сервис, да? Или это единичное изобретение мастеров. Кто думает, что? Что думает, кто? Ещё одна тройка, которая была у моих знакомых. И у них были ещё подсвечники, которые я показывала в своём телеграмме. И которые сразу же и купили у меня. Грязное, да? Кстати, изделие от Elminao. Время ГДР. И это целая серия посуды. Есть даже сервизы. И она называется Edelweiss. Вот здесь даже подписано, что это Edelweiss. Я очень люблю эту серию посуды. И она, кстати говоря, не дешёвая. Особенно сервизы. Они очень ценятся здесь, в Германии. Опять хоровод цветочков. И на десертной тарелке, и на блюдечке, и на чашечке. А на чашечке всё это внутри хороводит. Вот такая красота. Очень миленькая. И никаких масенских букетов, да? И в то же время простота, она всегда мне больше нравится. Наверное, своей подлинностью. Здесь что-то ещё было. Ах, вот они, эти ушки-вилки. То есть лопатка и ушка. Я уже думала, куда они запропотились. Мне кто-то написал, почему вы проходите мимо серебряных, посеребрёных вещей. И я не прохожу. Вот видите, я не прошла мимо этих вещей. Потому что я люблю, чтобы они были навороченные. Так вот проще сказать, да? Мягко выражёвываясь. И это посеребрение, и это Англия. Мне очень нравятся такие изделия с богатым рельефом. Почему оно здесь? Посмотрите с обоих сторон. Только я не знаю, для чего это ушко. Лопатка предназначена. Но лопатка, это понятно для кого, для чего, для торта. Ну а ложка, видимо, что-то с фруктами связано, да? Как вы думаете, друзья? Но добор потрясающий. Пока с этими ложками мы с вами разбирались, я вспомнила, что это такое. Это одна потрясающая бонбонерка. Хотя она выполнена в лучших традициях этой мануфактуры. Но посмотрите, этот декор, он не часто встречается в этой мануфактуре. Практически я не видела никогда. Бонбонерок этих тьма тьмущая с разными декорами, но такой ягодный. Я впервые встречаю. Посмотрите, это Рахимбах. И это 80-90-е годы. Посмотрите, какое чудо. Какая аппетитная вещичка. И крышка. Крышка эта с необыкновенной интересной пимпочкой. И эту пимпочку, по-моему, ни одна мануфактура не повторила, не слямзила. Уж очень она узнаваемая. Здесь, кстати, тоже и ягодки. Ягодки, и ягодки, и ягодки. Эта бонбонерка, она не одна. Она была в паре с этим подсвечником. Так, смотрите, как я ловко уже все орудую тут руками. Она тоже с ягодками. В серии каких-то ягодок. Больше, к сожалению, там ничего не было. Интересно, есть еще какие-то предметы из этой серии. А хотите, я вам еще кое-что покажу? Как я уже говорила, я вчера была у своего знакомого старевщика. Решила показать вам вот это блюдо. Оно шикарное, с яркими оранжевыми фестонами. Она, кстати, ярче смотрится, чем на видео. Прекрасный майсинский букетик, решеточки, ракали. Все, как мы любим, прорезные ручки. И оно все это на ножке. На ножке. И клеймо это Эшенбах. Эшенбах это тот же самый Оскар Шаллер. Попозже это было уже в Гинтерлинг. То есть одно время Оскар Шаллер помечался клеймом Эшенбах. Парфор цвета слоновой кости. Все здесь подписано. Огромное, друзья, вам спасибо за ваше внимание и за вашу обратную связь. Все комментарии я все читаю. Всех крепко-крепко обнимаю. И за все это, друзья, молюсь. Ваша Лена. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok